Здравствуйте, друзья! Вы слышите звуки музыки, вы видите людей, некоторая толпища образовывается. Эта толпища собирается в здании дилершипа компании Lexus в Майами. Мы на дилершипе, и это такое вот мероприятие для бизнесменов. В частности, там участвует Ассоциация Русских Бизнесов Южной Флориды. А нас вот так по дружбе пригласили. Вот с девушками можно сняться красивыми, такими эффектными. Так, пошли смотреть. В нормальное время здесь машины продают, а в ненормальное время вот люди гуляют. Много русской речи. В принципе, одеваться надо было бы формально, но мы со Светой, честно сказать, с формальным у нас сложно. Мы ехали отдыхать почти пляжица, так что у нас в этом плане небольшие достижения. Вот так выглядит наша Светлана. Совершенно не готова к вечернему наряду. Ну, ничего страшного, ничего страшного. Вот, хочу сказать, тут угощения дают. Так, вот у нас наши гостеприимные хозяева. Так, может быть, вы скажете пару слов, где мы находимся, что за место, не место, но что за мероприятие. Это Лексус, дистрибьюторство Лексус, которое проводит ежегодно здесь мероприятие, связанное, как бы, приглашает всех бизнесменов, да. Будет верить в окон в преддверии праздника, да. И они, как бы, просто собрать вот эту бизнес-комьюнити, чтобы все друг на друга посмотрели. Если кто-то не познакомился, то познакомились. В крайнем случае, пусть Лексус купят. Да. Вот. И, в свою очередь, бизнесмены, которые занимаются кеттерингом, какими-то, это они выставляют здесь свои, ну, да, выставляют свои продукты. А, то есть еда не просто заказана, а еда – это вот люди, хотя бы на себе заявили. Да, конечно. Это тоже есть три мала, да, но на самом деле, как бы, это не так часто бывает, и поэтому, все-таки, все старались здесь быть. Вот, да, сейчас только начало мероприятия, поэтому обычно больше народу. Но в этом году, как бы, его сократили и решили, что не будут, как бы, ограничили посещение. Ну, вы, как люди, вот, которые ведут бизнес, ваша задача здесь какая? Вы просто отлетаете или какие-то есть интересные? На людей посмотреть, себя показать. Ваш, я понял. Ну, в основном мы здесь, как бы, встречаемся с людьми, которые, как бы, нам интересны, да, потому что у нас нет, мы все заняты, и нет возможности часто встречаться. Но здесь есть переводчики, с которыми мы работаем, здесь есть вот люди, с которыми мы встречаемся на общественных мероприятиях. Вот, например, вот стоит девушка, мы с ней вместе, Валентина, да, мы с ней были с мусторами, например, сейчас в Армадо. Вот, в другое время мы, например, не увиделись, да, но сейчас увиделись. Здравствуйте, друзья, у нас вот тут знакомые, так сказать, лица. Как называется ваше учреждение? Здравствуйте, мы представляем магазин, который находится в Санни Айлс, на Куалис Авеню, на Плассе, в Старбакс и в супермаркет Майланс. Что у вас самое ударное? Вот что люди больше всего покупают, когда к вам приходят? Наш магазин очень славится готовой едой. У нас очень вкусные пирожки, салат оливье, селедка под шубой, без которой... То есть кулинария у вас хорошая. Да, без которого не могут люди здесь жить. Все очень вкусное, свежее. А вот те, кто у вас приобретает продукты, это больше люди, которые здесь все время живут? Или вот гости, которые там приезжают отдохнуть? У нас очень много постоянных местных жителей. И, как говорится в Сарападной радио, люди передают друг другу, и очень много у нас кушают туристы. А у вас можно там прям поесть? Столики есть? Да, у нас есть столики, вы можете заказать, покушать, можете взять с собой. Давайте я покажу брошюрку, чтобы наши зрители могли все заметить, что сделать. Очень приятно, мы в Лексус, Новый годом, с праздниками все. Так вы представьтесь. Очень приятно, мне Юлия зовут, я родилась в Харькове, бежим в Америке из Петилия, в Майами. Чем приятно. Как вам в Майами? Шикарно, погода шикарная. А вы где-нибудь еще жили? Нет, в Вагаю, хотела сказать, скучаю. В Вагаю? Люди там очень хорошие были в Вагаю. Тут люди немножко разные. А вы по-испански можете? Да, я говорю в спанцово, там «bueno, felice la fiesta, для toda persona, в todo el mundo». И где же вы так? Фелice la fiesta. Ну, вы не в школе так научились, да? Да, в школе, в Мерсетте, я работаю в банке. То есть вы можете, а еще какие-нибудь языки знаете? Иврит. Вы жили в Израиле или учили просто? Я жила два года. Я была в армии в Израиле. Как там? В каком звании? Поэтому это далеко хорошо любить. Далеко хорошо с глаз любить. Хорошо. А что вы здесь делаете? Панки работаю. Друзья, увидев красивую девушку, я не мог не воспользоваться ситуацией и спросить, как зовут красивую девушку? Всем привет, меня зовут Анна. Откуда вы сами? Сама я родом из Сибири. В данный момент нахожусь в Майами. А вы временно или постоянно находитесь в Майами? Хорошо. Так, может быть, привет там кому-то передадите, друзьям, родственникам? Да. В первую очередь я все-таки хочу сказать, что не Михаил увидел девушку, а девушку увидел Михаила. Это правда. Да, услышала более знакомый голос и просто сначала стояла и не могла поверить, что действительно я вижу Михаила здесь. Человека, который помогает очень многим, вдохновляет. И я являюсь одним из тех, кого он вдохновляет. Можно сказать, такой... А давно я вас вдохновляю? Чуть больше года. А как вы попали к нам на канал? Я попала абсолютно случайно на каком-то из форумов, где говорили об Америке. И я увидела историю молодого парня, который при этом написал ее уже лет пять назад, наверное. И он писал о том, как вдохновил его Михаил. Вдохновил, можно сказать, помог найти себя, придал как-то моральные смелости, сил. И как у этого парня в итоге все получилось. Мне стало интересно, кто такой Михаил. Я стала изучать, читать и в итоге сама тоже вдохновилась. Сегодня я понимаю, что все возможно, надо просто идти к этому. И в том числе один из путей этого Человека. Хорошо. А как вы в Сибири? Как там? Не холодно вам было? Такая хрупкая. Было хорошо. Но у вас было теплое что-нибудь? Теплое? Да. Семья. Самая теплая. То есть, ну вы не ходили явно с коромыслом, там, двумя ведрами, нет? Ну, только ради увлечения, наверное, в рождественские праздники. Я, знаете, вот постоянно встречаю людей из Сибири, девчонок, и они такие хрупкие. И я думаю, как же они там, казалось бы, суровый климат там, и как-то они выживают хрупкими. Ну, очень хорошая поговорка, что сибиряк – это не тот, кто не мерзнет, это тот, кто тепло одевается. Ну что, друзья, на хорошего ловца бежит хороший зверь. Представляйтесь. Здравствуйте, дорогие. Меня зовут Ирина Насекайло. Я живу во Флориде уже 10 лет. Откуда сами? Сама я из Беларуси, из Минска. В Минске я работала генеральным директором телегида «Антенна Телесе». Это журнал такой, да? Это такой телегид газеты. Вот. И здесь, как бы, я продолжаю свою любимую работу. Публицистическую деятельность. Да, да. Я извиняюсь за прямой вопрос. А вот что с этого можно жить, или это фан такой у вас? Ну, в смысле, зарабатывать на жизнь этим можно? Можно. Можно, только нужно время немножко. Потому что, конечно, сейчас это, честно сказать, тяжелее, чем это было раньше. Потому что... Рекламы меньше? Даже не то, что рекламы, просто социальные сети. А-а-а. Они немножечко... Это вы на русском языке, да? Да. Да, они на русском языке, но... Так вы их продаете, или они бесплатно в магазинах лежат? Где они берутся? Они бесплатно для читателей. Бесплатно в магазинах, офицах, церквях. И по подписке, можно взять их, заказать по подписке. Большая также аудитория читательская электронная версия. Потому что электронная версия ставится на страничку с Фейсбука. А какой у вас веб-сайт какой-то есть? Веб-сайт есть www.flandus.com Как интересно. Да, то есть это как бы сокращение идет. Флорида. Фл, Флорида, энд. Энд, ас. Все-таки, ну вот задача какая решается с помощью этих публикаций? Что вы делаете? Информируете людей, знакомите их, развлекаете, может быть? Скажем, всего понемножку. Потому что журнал выходит на территории всей Флориды. От Джексон-Вилла до Майани. И в основном мы рассказываем о тех людях, тех событиях, которые происходят. Вот тут я так сейчас взял, я покажу. Тут вижу двух симпатичных женщин. Да, все, которые живут у нас во Флориде. Ага. Каждый тоже, мы рассказываем истории тех людей, которые сделали себя здесь. Создали свой бизнес, делали свое имя, нашли себя. Рассказываем истории, кто-то прошел через какие-то испытания. К сожалению, бывают печальные ситуации. В этом году, допустим, у нас муж молотком убил свою жену. Она оказалась, кстати, белорусской. Но в таком случае... Американец? В таком ключе, чтобы, может быть, кому-то следующему можно было спасти жизнь. То есть идет комментарии специалистов, комментарии психолога, комментарии юриста, комментарии... Насколько велика ваша аудитория? Зрительская, читательская? У вас есть оценки такие? Да. Где-то по статистическим данным аудитория где-то около 60 тысяч. Вы видите, друзья, как профессионалы с камерой работают там. Серьезное, серьезное приспособление. Так. Это кто? Вы знаете этих людей? Это наши звезды. Да, это наши символы. Кто ваши? Ну, символы ресторана. У нас новогодняя ночь будет. Это вот это символы ресторана. Новогодняя ночь у нас будет в Диме Золушке. Это наша Золушка, это наш приз. А-а-а, это, так сказать... Финдерелла стори, только в русском языке. От вашего, да? То есть, опять же, мы хотим сделать новогоднюю ночь никакой, это просто поездки. Тогда держите камеру, я пойду к вашим символам. Так, вот вы видите, что там. Да-да-да-да. Ну что, друзья, вот ресторан Олд Самовар. Как тесен мир, друзья. Еще совсем недавно мы там в пятницу закусывали, а сегодня в среду. Смотрим на молодых людей. Так, что-то они там, картошечка жареная, я вижу. Оно, расскажи. Так, все, друзья, вот почти все съели, видите? Арбуз, друзья, вы думали, что можно сделать из арбуза? А вот такое можно сделать. Так, пирожки, плод. А я думаю, знакомое лицо у Михаила. Так, а вы смотрите наш канал? Да, я вашу жену видел здесь, она к нам подходила, но она быстро ушла от нас. А вы думаете, откуда эти люди тут, вроде бы, в Калифорнии? Да, мне показалось сначала, я думал, что я ошибся, но потом мне казалось, что это она. Потому что я вас увидел. А мы у вас ужинали в пятницу. В пятницу, правда? Как вам? Хорошо, мне понравилась еда. Я просто пожалел, что мало народу, потому что там как-то немноголюдно было. Ой, это вы так попали. Вам нужно было зайти к нам в субботу. У нас очень большое комьюнити собирается. И очень весело. Скажите такую вещь. Вот у меня зрители, которые посмотрели, они говорят, А почему группа, которая там музыкальные произведения исполняет, почему они исполняют довольно такие старые? Это специально так делается или что? Ой, сложно сказать. Я думаю, что есть какая-то подборка именно определенных песен. Но, на мой взгляд, это потому, что очень многие люди давно живут в Америке, и они скучают по своей родине, они скучают по своим близким. И эта музыка им напоминает о их самых, наверное, лучших временах в своей жизни. Голодость просто. Давайте я вашу жилеточку вашу покажу. Или это передний, к счастью. Нет, жилетка. Это жилетка. Друзья. Супер. О, yes. И лайф? О, thank you. А где вы взяли это? Это наш ресторан. Old Samobar. Да. Нас как бы наряжает. Свидится нами, чтобы выглядели соответствовали. Скажите пару слов. Но я хочу сказать... Нет, нет, давайте я вас покажу. Потому что у вас потрясающее ожерелье. Друзья. Можно ожерелье показать? С удовольствием. Так, скажи, как вас зовут? Я зовут Валентина. Валентина. Я должен... И всем я знаю, как Валентина Дива. Потому что я very important fan person. Я очень важный человек. Потому что я продаю вам путешествия, которые всем нравятся. И, конечно же, все продают дома. Но Валентина занимается этим уже 20 лет. А вы в турагентстве работаете? Да, у меня турагентство Luxury Property, Luxury Cruises. И, конечно, я занимаюсь путешествиями и сама люблю путешествия. А какой веб-сайт у вашего агентства? www.cruise-travel-service.com И если вы хотите приобрести недвижимость во Флориде, у меня веб-сайт на русском языке тоже. www.laxstylebb.com Звоните и приезжайте. У меня есть бесплатный номер 877-543-7700. А бизнес-карточка есть? Я бы ее прям заснял. С удовольствием. Нет проблем. Давайте. Потому что на слух не все воспринимают. Пожалуйста. Так, давайте. Вот это одна бизнес-карточка. Я сейчас, опа-на, есть. Поймали. Это путешествие. Так. Давайте другую. Друзья, такая Валентина, да, вы сказали? Да, Валентина. Very important fan person. Так, Валентина, держите вашу карточку. Я должен с вами сняться. Секунду. Спасибо. Я не могу упустить такой шанс, друзья. Только, только на нашем канале. Валентина и голос Силиконовой долины. Да, Валентина. Как жаль, Валентина, что вы так далеко от Кремниевой долины. Я приезжаю в Калифорнию. Да вы что? Да, я часто. Ну, когда мы путешествуем, часто бывает. Я была у вас в Кремниевой долине. А мы в Кремниевой долине живем, там южнее Сан-Франциско. Так, значит, надо обязательно встретиться. Все, значит, мы не прощаемся. Спасибо. Так, друзья, у нас, у вас на экранах Марк, который подробнее о себе расскажет. Давайте, Марк. О себе рассказать. О себе и чем вы занимаетесь. Ну, и откуда вы, может быть? Ну, я давно достаточно живу в Америке, в Майами. Занимаюсь тем, что я вместе не один, но у меня есть коллеги. Мы занимаемся, например, у нас есть радиостанция, которая вещает здесь, в Майами. Она вещает на территории всей Южной Флориды. От Кендалла до Вест-Палом Бич. Линейный эфир. У нас есть, естественно, рекламный отдел, что немаловажно. И мы дать обещаем, если это 24-7. Вообще, это потрясающе. То есть, казалось бы, сейчас такое время, знаете, все уходят в соцсети, реклама и так далее. Хотя мы знаем, что люди с утра, когда им делать нечего, они слушают радио по дороге, особенно там, где связано с пробками, там еще что-то. Но аудитория со временем не становится меньше? Ну, я, аудитория, в Майами достаточно постоянная аудитория, надо сказать. Она не становится меньше, она становится больше. Ну, мы начали относительно недавно, мы полтора года в эфире. Мы сначала были только полдня в эфире, сейчас мы стали 24 часа. И чувствуется, как бы, что есть какой-то приток. Мы смотрим, у нас мы сделаем и собираем данные, Арбитрон у нас. И плюс к этому мы смотрим, у нас есть еще аппликейшн, который позволяет слушать нас на телефонах, на андроидах, на айфонах. Здравствуйте, меня зовут Ирина Вассерман. I'm the owner of travel agency Kingsdale Travel. И компании по недвижимости в Майами Atlantic VIP Realty. Ну, вот интересный был момент, вот мы начали разговаривать там пару минут назад. И интересный был момент в том, что вот вы 15 лет занимались недвижимостью и сейчас занимаетесь. Но потом вам пришлось, вот мне это очень понравилось, что были вынуждены еще и travel agency сделать. Расскажите. Да, на самом деле я в недвижимости с 2004 года, это уже почти 15 лет, мы занимаемся недвижимостью на океане, все, что касается на океане в Майами. И последние три года мне пришлось добавить как бы инструмент travel agency, потому что, чтобы иметь больше различных структур для того, чтобы сделать более качественный сервис для своих клиентов. В плане, если клиенты хотят сделать круиз или отель, у меня сейчас намного больше инструментов, конечно, когда у меня есть travel agency. Плюс мы делаем групповые ивенты, мы только что вернулись с недельного круиза на Harmony of the Seas. У нас было 7 дней, было около 50 человек, риэлторов и бизнес-owners, и мы сделали замечательный семинар по бизнес-брендингу. И следующий круиз мы делаем 4 мая 2019 года на самом большом круизе сейчас в мире, Symphony of the Seas на 7 дней, и мы делаем тему онлайн и офлайн промоушен маркетерс круиз. То есть стартует это все прямо из Майами или откуда? Конечно, из Форт Лаудердейл. Круиз на 7 дней. Хорошо, а вы из огородни берете, вот из тренивые долины берете? Конечно, мы берем, естественно, клиентов из России, из бывшего Советского Союза, любых стран Европы и так далее, мы можем вам помочь с круизом. Меня зовут Александр Брайверман, я живу в Богородонии, Флорида, уже 30 лет. Вообще родился в Молдавии, а жил на Украине. И что вот за история с хоккейной командой? Вы играли сами в хоккей или просто у вас увлечение? Нет, это больше как хобби. Мой сын играл в хоккей в детском возрасте и в юношеском. И для того, чтобы дать ему толчок к русскому языку, я начал привозить детские команды из России на турниры сюда. За последние 10 лет я привез более 20 команд из России, из Словакии, из Чехии. Так а что они здесь встречаются с кем-то? Они приезжали на турниры, которые проводились на базе Флорида-Пентерс, детской команды Флорида-Пентерс. И принимали участие в турнирах. На время турнира я часто селил детей в американские семьи, в русские семьи. В том числе и к себе мы брали... Дети это какой возраст, примерно? От 8 до 15 лет. От 10 до 15 лет. Интересно, вообще здорово. Ну да, и кто-то из них уже вырос, стал профессиональным игроком. Вот недавно у нас был турнир «Нью Благодарение». И в знак благодарения один из детей, который приезжал сюда 8 лет назад, а сейчас стал бородарем команды СКА в Санкт-Петербурге, прислал мне подписанную фейсболку. Ну приятно, правда? Очень приятно. И главное вовремя, как «Нью Благодарение». Так правильно ли я понимаю, что дети, которые живут в Майами, могут заниматься хоккеем? Да. Во Флориде уже 25 лет существует профессиональная команда. И за эти 25 лет популярность такие очень выросла. Хотя Флорида Пэнтерс ни разу еще не выиграла Stanley Cup. Но это как бы легионеры какие-то? Или прямо здесь на месте растут кадры? Дети, ну растут и американцы, местные кадры, но некоторые дети уже вышли в НКЛ и играют в НКЛ. А есть какая-то этническая там зависимость? Допустим, у «Латинос» тоже играют? Есть, да, немного, но играют. В принципе, играют. А так больше для кому интересен хоккей? Ну вот нашим, наверное, да? Русскому, безусловно, интересно. И в результате одной из поездки на турнир родитель одного из мальчиков, который жил у меня в доме, он владеет командой «Красные медведи» и катком в городе Санкт-Петербурге. И сейчас на базе его команды мы организовываем команду здесь для русскоговорящих детей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! На самом деле, да, и на основе «Экспириенс» берут тоже. Я в России заканчивала колледж. А откуда вы сами? Я из города Казань, в Светерстанске. А вы что? Я там в аспирантуре учился. А я знаю, мы с вами это уже обсуждали. Я как-то сказала, когда записывалась на ваши классы, видео-кограммы. А когда вы у нас учились-то в онлайде? Это было где-то, я думаю, год назад. А что же вы так не завершили? Ну, к сожалению, да, обстоятельства не позволили, но я... Но мы закончим, добьем, хорошо. А вы канал наш смотрите? Да. И все вопросы с гринкартой связаны и с лотереями, потому что моя сестра выиграла в этом году. Я поздравляю. Я смотрела информацию на вашем канале. Сица смотрит наш канал. Она нет, я за нее смотрю. Я ответственная. Я уже здесь. Давайте я вас покажу на фоне этого кактуса. А, да? Да, да. Пожалуйста. Девушка очень красивая. Сейчас мы ее покажем. Еще отойдем. Вот, друзья, вот такие красивые девушки работают в дентал офисах. И смотрят наш канал. Мечтает быть... Тестировщицами. Так, такой вопрос. А вы замужем? Нет, не замужем. Да вы что? Друзья, какие возможности открываются? Пожалуйста, пишите Михаилу. А, мне пишите? Через, да, через сейс-контроль, так скажем. Так, ладно. Хорошо. Так, друзья, обращаться ко мне. Нет. Друзья, у них в дентал офисе не только ассистанты симпатичные, у них врачи какие, вы посмотрите. Вы врачи аталантливые и профессиональные, что самое важное. Самое профессиональное. А вы сколько лет уже в бизнесе? По-прежнему, 17 лет. Да. Прямо с дошкольного возраста, что ли? Да. Болгария закончилась, когда я был 22. 22 года. Потом здесь, в Америке, учился, сделал специализацию. То есть 22 я сейчас, 38, 16. В Болгарии закончилась? Да. А вы так очень хорошо по-русски говорите. Спасибо, я с детства учился в СМИАС, в Америке. Он старается, да. Очень много русских клиентов. Да, не зависит от всех. Но, я уже так, на всякий случай такой вопрос, но у русских, у русских клиентов зубы, так, и вот все это вот не отличается от, допустим, латиноамериканцев. Хороший другой город. Очень хороший. Very good. Хороший? По-русски нехороший. Мы их сделаем хорошие. Да, друзья. Все больше и больше красавиц у нас на канале. Как зовут вас? Меня зовут Лия. А откуда вы родом? Я из Кыргызстана. Город Таглаг. Какой город? Таглаг. Так. Давно в Майами вы? В Майами я с февраля. Очень приятно быть. Тропическая погода. Так. Но вы по-английски говорите? Да, я говорю более флорентно в английском, чем я говорю в русском. А где вы учили английский? Я вообще не знала английский, когда я приехала в США. Я с ним в доме. Но когда я приехала здесь около 5,5 лет назад, я услышала английский, чтобы сделать хорошо, чтобы быть успешным. На русский, а то, может быть, не все наши зрители понимают. Точно, точно, да. А чем вы занимаетесь? Я здесь работаю специалистом по продукту в Lexus. Я работаю в этом делайшебе. Да вы что? Да. Так вы, но вы не сейлс-персон или сейлс? Я не сейлс-персон. То есть вы реально продаете автомобили? Да. А сколько вы автомобилей можете так реально продать за месяц? Реально продать 17-20 машин в месяц. Если ты работаешь. Это практически каждый день. Практически. Послушайте, но я, может, что-то не понимаю, но вы должны зарабатывать как два хороших инженера. С такой производительностью. Да. Но вас не обижают, короче. Нас не обижают, нет. Это все зависит от того, как ты, насколько ты хочешь быть успешным. А правду говорят, что вот ваш делайшеб самый большой список по продажам в Соединенных Штатах. Да. У нас самый большой делайшеб по продажам новых и использованных машин. Друзья, перед вами очаровательные девчонки. Я им говорю, девки, говорю, покажите красоту нашим зрителям. И они согласились. Окей. Спасибо большое, девочки. Спасибо. Спасибо. Субтитры делал DimaTorzok Спасибо.